Восьмигранный шатер, который будет возвышаться над миноретом, уже готов. Со дня на день его будут поднимать и устанавливать на свое место. После монтажной операции мусульманский полумесяц будет сиять на высоте 28 метров. Конструкцию изготовил красноярский мастер Петр Коржиновский. Под его руководством сделана вся кровля мечети. На счету опытного жестянщика крыши на православных храмах в Красноярске и на юге края. Кстати, найти хороших исполнителей для такой работы не так просто. Это профессия уже как бы вымирающая. Жестянщиков очень мало в крае. Ну, может, 3-4 бригады таких толковых есть, больше нет. Мечеть в Енисейске построили в самом начале прошлого столетия. Строительство длилось с 1902 по 1905 год. Во времена СССР мусульманский храм закрыли. Когда именно, неизвестно, зато известен год, когда разрушили минорет, башню, с которой верующих зазывают на молитву. Это было в 1953. После из мечети сделали цех Енисейского деревообрабатывающего комбината. А затем это была столярная мастерская. Реставрация началась минувшей весной. Гельфан Резепов заходит сюда регулярно посмотреть, как восстанавливается место для будущих молитв. Другой мечети в городе нет. Очень-очень даже радостно и долгожданно. Я хочу придерживаться своих родителей, чтобы мечеть восстановилась. И ходить в мечеть, и чтобы моя семья ходила, мои друзья ходили. В ходе реставрации восстановлен минорет и старинное ограждение. Заменены все перекрытия. Кроме этого, сделано отопление, канализация, современная электропроводка. Возрождение мечети проходит в рамках подготовки Енисейска к 400-летию. Всего в специальной программе 22 памятника архитектуры. Все они должны быть готовы к 2019 году. Мечеть же планируют открыть совсем скоро, уже в декабре. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин, Сергей Болотов. Новости.